Тем временем в Мурманске продолжается подготовка к новому учебному году. Ремонтные работы идут в большинстве школ, в том числе и в первой, родных пенатах, героя Советского Союза Анатолия Бредова. Что сохранилось с тех пор и на чем сейчас трудятся рабочие в следующем сюжете. Летопись первой школы неразрывно связана с историей всего Мурманска, построенная в 1935 году. В то время среди деревянных построек здание казалось настоящим дворцом. Во время Великой Отечественной войны в стенах учебного заведения размещался морской госпиталь. А после, в 60-х годах, школе было присвоено имя бывшего ученика, героя Советского Союза Анатолия Бредова. Разменяв восьмой десяток, старейшие учреждения каждое лето по-прежнему готовятся к осеннему приему детей. Главной задачей в этом году у нас был ремонт козырька. Были протечки, были неприятности, все же нам делают. У нас великолепные подрядчики, которые нам в этом помогают. А остальное у нас проходит все в рабочем режиме. То есть мы выполняем косметические ремонты помещений, это коридоров, классов. Проводим пожарную безопасность, подготовку. То есть огнезащитная обработка у нас происходит, стропильные системы, огнетушители поверяем. Подготовка к новому учебному году идет во всех школах Мурманска на совершенствование инфраструктуры учебных заведений. В бюджете города предусмотрены 233 миллиона 800 тысяч. Эти деньги идут на капитальные текущие ремонты и выполнение предписаний надзорных органов. Значительное мероприятие, как и в предыдущие годы, внимание, уделяется мероприятиям по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания. Это работы, которые включают в себя установку и ремонт периметральных уграждений. Запланирована установка систем видеонаблюдения более чем в 22 образовательных учреждениях. Кроме школ продолжается модернизация и дошкольных учреждений. С 2014 года успешно реализуется программа «Теплое окно». За два года в 17 детских садах установлены современные пластиковые стеклопакеты. В этом году еще 8 дошкольных образовательных учреждений будут усовершенствованы. И надо отметить, что в Мурманске успешно также реализуется программа «Дорога в школу». В этом году к пяти образовательным учреждениям будут отремонтированы подходы и проезды. На завершение всех работ у строителей осталось не так много времени. Проверки готовности дошкольных учреждений начнутся с 8 августа. А школа и гимназия инспекции станут посещать ровно через месяц с 15 августа.